Итак, господа, нам сегодня предстоит с вами ремонтировать дом на Гавайях. Но это уже середина истории. Предлагаю начать с самого-самого начала. Всем привет, это Угда. Ребят, всем привет. Вы на одном из самых позитивных строительных каналов про Соединенные Штаты, конкретно про строительство в штате Гавайи. Сегодня очередной день. Казалось бы, ничего такого сверхъестественного. Все те же термиты. Воюем все с тем же подтеканием, заменой дерева. Все, как обычно, за одним небольшим исключением. Это то место, где я работаю. Давайте вам покажу, как ветеран, точнее, я бы сказал, правильная классификация будет ребенок войны. Дедушке 88 лет, он из Венгрии. А в свое время его мать вывезла в Соединенные Штаты во время Второй мировой войны. Очень интересная история. На данный момент с ним проживает его внучка, которую он уже потом забирал. Очень-очень интересная драматическая история. В детали я впадаться не буду, однако я вам хочу показать, как этот человек живет на данный момент. Еще раз говорю, дедушке 88 лет. Мы на Гавайях, населенный пункт называется Вахево. Пошлите посмотрим. Начну с входа. Значит, многие подписчики спрашивают, Ваня, где твой старенький Венг? Вот он стоит, мы его еще не продали, все на месте. Вот наш новый Венг, и вот, собственно, мы заходим. Ничего такого сверхъестественного. У дедушки драма, ему несколько лет назад запретили ездить на машине. Теперь внучка катается на стареньком Мерсе, бедный дедушка лишился прав. Он уже возраст, штука тонкая, 80 лет, 88. Это уже цифра, уже к 90. Обратите внимание, буду делать акцент на много красивых цветов. И вообще, что здесь прорастает, очень красиво. Значит, типично для Америки в углу стоят несколько разноцветных баков. Черный для общего мусора, зеленый для всего, что связано с растениями, корни, листья и так далее, и синий. Для утилизации бумаги, банок и стекла. Вот, пошлите, посмотрим вовнутрь. А, ну и параллельно будем рассказывать, что мы, собственно, делаем. Значит, внутри это кирпичом обложен столб. Все это дело проседает. Дом очень старенький. И вот такую опору поставили, пока миссиона пусть стоит. Пока не накупят денег. Все это дело сделать по-человечески. Вот такой вот задний двор. И вот мы, собственно, выходим на задний двор. Значит, у нас тут яблоня, называется Mountain Apple. На самом деле, оно больше напоминает сливу. Двигаемся дальше. Вот у нас банановое дерево. И хотел показать панораму. Какой пейзажик. А, как вам? Это часть джунглей. Слева у нас уходит Jungle School East Range и до самого конца. А вниз опускается. Если вы спуститесь вниз, то там небольшая река. Часть реки Вахевой. Вот такая вот. Очень красиво, конечно, зелень. Дом сам показывать не буду. Ну, мы там делали несколько вещей. Но хочу показать кое-что другое. Тут есть такая очень классная, интересная пристройка. Природа, конечно, просто шикарная. Обратите внимание, какие цветы. Я сначала зашел. Если бы тут жила Валерия Николаевна, блин, она была бы просто счастлива. Леля очень любит что-то пытаться выращивать. Какие-то всякие травы, цветочки. Не всегда получается. Но она очень любит этим заниматься. Обратите внимание, многие путают эти деревья с хвойными деревьями. Но это не хвоя. Такие мягкие деревья. Не знаю, относятся они к хвойным или нет. Но это единственное, что напоминает хвойные деревья у нас на Гавайях. Сдалека ощущение, что это сосны. Но на самом деле нет. Вот такое вот деревцо. С такими вот такими интересными кисточками. Понятия не имею, как это называется. Но тут оно произрастает. Вот такие вот у нас есть красавцы тоже на Гавайях. Очень часто растения часто встречаются. И вот так вот вокруг цветы, зелень, бананы. И дальше, в принципе, уже идет дичка черегуава. Практически все это черегуава. Сейчас покажу из окна еще несколько моментов. Вот такие вот пальмочки есть. Тоже обалденные. Мы плавно спускаемся и ящерицы повсюду разбегаются. Еще хотел показать. Вот растет у нас вот так вот алоэ. Столетник. По-разному его называют. Конечно, целебные. В его листьях столько всего полезного, как его только не применяют. И волосы, и антисептик, и краном прикладывают. В общем, очень классная штука иметь дома. Наверное, такая же, как и каланхоя. Тоже очень полезная штука. Ну, в общем, все это произрастает здесь вот так вот просто на улице. И вот такая вот небольшая, не знаю, земляночка, как ее назвать. Давайте пройдем вовнутрь. Мне вообще потенциал этого дома очень нравится. Если бы они хотели его продавать, конечно, вот можно было бы сверху снизить крышу, построить еще два этажа. Два этажа прямо вот на таком обрыве. Но, к сожалению, ни дедушка, ни его внучка продавать ничего не хотят. Хочу показать вам вот это вот плоды черегуава. Сейчас попробуем пойти попробовать. Как раз уже красненькие, поспели. Ну, и вот то, что мы будем сегодня делать. Вот наш рабочий объект. Как обычно, у нас сгнило дерево. Было подтекание с гаторса. Верхняя часть я тут уже все заклеил, закрыл, так что теперь течь какое-то время не будет. Бюджет ремонта минимальный. Мы сейчас заменим несколько досок. Замерим вот эту, вот эту и заменим доску внутри. Почему? Потому что отсюда видно уже джунгли. Вон они. Красота. Как есть. Такая пауза грустная. Валерия, наверное, где-то какую-то музыку печальную вставит. Ну, и вот, собственно, давайте пройдемся еще назад. Так, тут кровать. Ничего такого сверхъестественного. Здесь иногда останавливается внучка. Место, конечно, обалденное, если бы довести до ума. Я, честно говоря, его бы сдавал в аренду. Но это я такой человек, который любит делать деньги на всем, на чем только можно делать. Вот так вот можно выйти на периметр. По периметру окна. Но тут рейлингов нету. Просто плитка стоит. Может, когда-то они и были. Теперь их уже нет. И вы, получается, сразу находитесь в джунглях вот таких вот. Все затянуло. Природа затянула полностью все. И у нас вот такая вот листва везде. Очень круто. Я первый раз, когда шел, думал, стрёмная тема, можно упасть. Потому что мне казалось, что это все сгнило. Но не все сгнило. Есть еще где походить. Обратите внимание, да? Вот так вот выходишь. И сразу под тобой обрыв с джунглями. По-моему, очень круто. Смотрите, какой живописный угол у нас. Это как раз то, что нам предстоит заменить. Тут уже тоже растения проросли. Ну и вот наша, собственно, черегуава. Давайте попробуем. Предлагаю вам попробовать нашу местную вахевскую черегуаву. Вот такая вот штучка, да? Вот она красавица. Вот так вот это все дело растет. Я ее сейчас наткушу, покажу, какая она внутри. Вот. Вот так выглядит внутри. С такими небольшими косточками, которые тоже можно съедать. По сути дела, можно есть все. Остается только вот эта вот часть. Но я человек не брезгливый. Тоже все съедаю. Ну, вкуснятина. Ребята, как вам не передать? Обожаю такие вещи. Могу. Знаете, вот как маленький пацана в Крыму, который у бабушки залазил на дерево и топтал вишню. Такая же концепция здесь, только с черегуавой. Красотища. Дом сегодня. Не дом, а песня. Сейчас быстренько поработаем, покрасим. Заберем свои денежки и поедем назад. Ну, это, собственно, все, что я вам хотел показать на сегодня. Такое короткое видео. Может, Валерий его еще чем-нибудь добавит. Просто очень классное настроение. Я считаю, очень неординарный дом, который мне хотелось вам показать. Так вот выглядит процесс демонтажа. Тот, кто часто смотрит мое видео, она вряд ли кого-то удивлю руинами Карфагена. Но фишка в том, что из этого дерева, из этого влажного места ушли даже термиты. Единственное, кто тут остались. Вот такие вот червячки интересные. Не знаю, что за тип червей. Ну, конкретно эти ребятки поселились здесь. Красота. Это такой ветерок, да? Легкий бриз, который развивает гнилой запах старой древесины по дому. Я после того, как выйду, наверное, целиком полностью на пенсию, начну писать романы о вот таких вот вещах. Выглядит очень-очень романтично. Какая же жопа. Господа, приезжайте к нам на остров. Помните, выбирая дом, просматривайте все целиком и полностью, дабы избежать вот таких вот вещей. Еще один нюанс. Я пока записывал видеоролик, ко мне подошла внучка этого дедульки и говорит, если вы хотите записать интервью или просто приехать со своей семьей, оказывается, она наша подписчица. Она говорит на английском, венгерском. И русском языке. И оказывается, она подписчица нашего канала. Вы представляете, такая ситуация? Она говорит, а вы делаете видеоролик о нашем доме? Я говорю, ну вот, хотел кое-что показать. Она говорит, если вам нужна какая-то дополнительная информация, без проблем. Я говорю, подписчики мне говорят, Ваня, ты вот записывая чужие дома, когда-нибудь попадешь на бабки, на какие-то проблемы. Почему-то у всех ощущение, что тут в Америке живут люди, которые все вот хлебом их не корми и дай на кого-то в суд подать. Есть очень много классных, обалденных американцев, которые жизнерадостные и совершенно не думают о каких-то проблемах. Люди не любят, где говорят, I don't like drama. Никто не любит drama. И есть много положительных людей, которые без проблем записываются, интервью дают и общаются. Так что, Валерия Николаевна, конкретно вам, если вы захотите посетить этот дом, вот в такой вот интересной красоте, то есть вот он дом, да, а окна выходят вот на такую панораму, прям вот в лесу, со всех сторон, то нас пригласили в гости. Наши подписчики-свахевы. Вот теперь все. Приехали на северную часть острова, на Норшор. У нас тут, как обычно, плавают черепашки. Вот такие вот красавицы. Прям возле пляжа. На завтраке, судя по всему. Какие-то водоросли или еще что-то кушают. Параллельно с этим Валерия Николаевна решила устроить тоже перекус. Я говорю, черепаха устроила перекус вместе с Валерией Николаевной. Да. Что там у нас? И маленькому Кольке кое-что досталось. Да, да. Коля, что ты кушаешь? Это картошечка. Это картошечка. Очень хорошо. А вот еще один момент, который мне очень нравится, когда мы приходим на пляж. То, что Коля здесь спит. Как в раю. Сладенько-сладенько моя рыбка. Может, их часа полтора-два пролежать. Просто спать под убаюкивающие волны. Вот так вот. Народ уже насобиралось, правда. И мама спокойно отдыхает. Туристы возвращаются просто коголом и сюда автобусом завозят. Наша мама самая-самая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok